МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Президент России Владимир Путин поручил правительству в кратчайшие сроки сформировать законодательную базу для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнителей общественно-полезных услуг, установить требования к их компетенциям, не нагородив при этом дополнительных бюрократических барьеров. Глава государства также попросил Общественную палату и Агентство стратегических инициатив предметно заняться поддержкой волонтерских и благотворительных движений. А также некоммерческих организаций. Об этом он сказал в своем ежегодном послании к Федеральному собранию. Особая примета нашего времени, сказал Владимир Путин, широкое вовлечение граждан в различные благотворительные акции. Люди помогают искренне, бескорыстно, следуя велению своего сердца. Я прошу Общественную палату и Агентство стратегических инициатив предметно заняться поддержкой волонтерских и благотворительных движений, некоммерческих организаций. Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно востребован. Необходимо снять все барьеры для развития волонтерств, оказать всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим организациям. Основные решения здесь уже приняты. Со следующего года для некоммерческих организаций, имеющих соответствующий опыт, открывается доступ к оказанию социальных услуг, которые финансируются из бюджета. В связи с этим президент попросил губернаторов и муниципальные власти не жадничать, а по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг некоммерческие организации. Все мы заинтересованы в том, чтобы активный приход НКО в социальную сферу елк повышению качества ее. И поручаю правительству совместно с законодателями завершить формирование четкой правовой базы деятельности НКО исполнительных общественных полезных услуг, установить требования к их компетенциям, и при этом, конечно, не нагородив дополнительных бюрократических барьеров. Нужно оценить взыскательную, заинтересованную деятельную позицию граждан. Процесс обеспечения поэтапного доступа НКО к бюджетным средствам, выделяемых на предоставление социальных услуг населению, стал ключевой темой шестого форума НКО, который прошел в Нарьинмаре. В рамках пленарного заседания форума некоммерческие организации обсудили конкретные шаги, которые органы государственной власти региона совместно с некоммерческим сектором предпринимают для обеспечения участия последних в предоставлении социальных услуг жителям Ненецкого округа. Есть к чему стремиться. И есть в округе большое количество тех ниш, которые мы можем заполнять некоммерческой организацией, потому что некоммерческих организаций в округе при достаточно ограниченном количестве населения, некоммерческих организаций много. И по большому счету, выполняя указы президента, мы можем вот эти ниши заполнять и оказывать услуги населению, тем самым помогая и государству в том числе. На сегодняшний день в регионе есть организации, которые готовы взять на себя ответственность за предоставление социальных услуг гражданам. В этой связи органы государственной власти должны оказывать всестороннюю поддержку таким НКО, искать эффективные механизмы передачи соцуслуг на исполнение НКО и активно внедрять их. Согласно поручению президента, доступ некоммерческих организациям к средствам, выделяемых из бюджета на социалку, к 2020 году должны достигнуть 10%. Доступ некоммерческих организаций к предоставлению социальных услуг – это одна из приоритетных задач, которые ставит перед нами глава государства. Поэтому здесь просьба Сергея Анатольевича к вам, прежде всего, Леонид Викторович, к вам, по вашим ключевым департаментам, активизировать эту работу должен быть прямой, простой, понятный доступ к информации, должны быть понятные, установленные тарифы на соцуслуги. И тайн быть никаких не должно ни в коем случае. У нас сегодня уже есть организации, которые готовы взять на себя эту ответственность, и они заявили о своем намерении войти в реестр поставщиков соцуслуг. По информации департамента региональной политики, в настоящее время округ в полном объеме выполняет указанные в этом направлении рекомендации федеральных министерств. Одним из основных направлений работы на ближайшую перспективу является включение социально ориентированных НКО в реестр поставщиков социальных услуг. В этом вопросе глава региона Игорь Кожин поручил также учитывать опыт соседних регионов, в том числе Архангельской области. Мы одна из старейших организаций в России, которая была разрешена в советское время создаваться. И, соответственно, у нас опыт достаточно большой в социальной сфере, в организации услуг, поэтому мы одни из первых вошли в реестр и были очень рады, что мы имеем возможность компенсировать те затраты, которые мы несли ранее, наказание этих услуг. Мы обсудили, какие барьеры стоят в НАУ, потому что сегодня в реестре две организации, но пока нет механизма включения. Реестр может войти и может быть всю жизнь в реестре, но не оказывать услуги и получать компенсацию. Чтобы получить компенсацию, необходимо дополнительные действия произвести. Переиметь клиентскую базу и иметь возможность заключить договор, соглашение с департаментом, ну и с тем органом, который исполняет эти возможности. Всего на территории Ненецкого округа зарегистрировано 170 некоммерческих организаций, из них 65 – социально ориентированных. Некоммерческие организации занимаются профилактикой социального сиротства, поддержкой материнства и детства, повышением качества жизни пожилых людей и социальной адаптацией инвалидов, развитием дополнительного образования и другие. Некоммерческие организации, зарегистрированные в Ненецком округе, объединяют и жители региона, проживающих за его пределами. Мария Владимирова, Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Как яркий пример социально ориентированной деятельности НКО можно привести прошедшую сегодня благотворительную акцию для пожилых людей, проживающих в Пустозерском доме-интернате, организованную творческой студией «Чудо-ручки» под названием «Свежитепло». Каждый желающий мог подарить частичку своего тепла и добра посредством теплых изделий, связанных своими руками. Вместе с волонтерами прикоснуться к добру отправилась и наша съемочная группа. Для Галины Васильевны такой подарок, как и для любого пожилого человека, очень полезный. Говорит, хоть в комнате и тепло, но на прогулке ноги все равно мерзнут. А гулять Галина Васильевна вместе со своей подругой Зинаидой Александровной любят. И не только гулять. Пискультурой занимаемся, по дорожке бегаем, накачиваем. Здорово тебе, здорово. Вместе с Галиной Васильевной и Зинаидой Александровной радуются своим подарком еще 84 жителя дома-интерната. По словам сотрудников, гостей пожилые люди ждали, ведь для них знак внимания – это уже настоящий подарок. Столько много носочков, мы очень все рады, проживающие все рады. Мы раздадим каждому, и даже у нас еще останутся в запасе, да. И такой большой кулек конфет, в общем, все прекрасно. Это был такой маленький Новый год у нас сегодня, в канун Нового года. Хотя до Нового года еще почти месяц. В общем, мы всем благодарны, всем жителям. Чудо-ручка, они к нам еще будут приходить, мы будем проводить с ними различные мастер-классы. В общем, жизнь у нас кипит, все хорошо, мы живем в теплых носках, в теплом доме, в теплой обстановке с хорошими северными людьми. А люди в доме-интернате живут и вправду очень хорошие, добрые и открытые. Получив носочки, они как дети принялись скорее открывать упаковку и примерять долгожданный подарок. Хорошие носки, хорошие. Примерите по размеру, как вам? Хорошо. Ой, как на вас шито. Скажите, носите вообще носочки? Да, ношу, ношу. А, греют ноги, да? Да, да. Всего в акции приняли участие 86 человек со всего округа, в том числе из населенных пунктов. Добрые руки смогли связать 128 пар теплых, невероятно красивых, а главное, заряженных добром и теплотой носочков. Такое количество, оно очень радует, что народ проникся и уделил свое внимание, уделил свое время драгоценное, которое не хватает нам никогда. Они уделили это время для того, чтобы проявить свою заботу и тепло своей души. И пусть акция подошла к концу, сделать доброе дело никогда не поздно. Двери дома-интерната всегда открыты для добрых и неравнодушных северян, которые хотят поделиться своим добром и теплотой своей души. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На сегодняшний день во всем мире насчитывается около 1 миллиарда инвалидов, в России 13 миллионов человек. А в Ненинском округе инвалидность имеет более 3000 граждан. Сделать жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья доступнее и комфортнее – важная задача для власти. Решением проблем инвалидов занимается и крупнейшая организация – Всероссийское общество инвалидов. Именно благодаря их работе люди с ограниченными возможностями здоровья могут вести нормальную жизнь. Творческую, профессиональную, спортивную. Проблемы в округе есть, но они решаются. И они решаются с помощью наших депутатов, с помощью нашей исполнительной законодательной власти. И вы, наверное, все сами заметите, все равно даже с такой обстановкой сейчас и в России, и у нас в округе, и все равно социальные выплаты, они у нас сохранены. Действительно, сохранить социальные выплаты для этой категории граждан является одним из приоритетных направлений в работе органов государственной власти. В Ненинском округе этой категории людей уделяется особое внимание. Сегодня со стороны органов власти и города, и округа, и всей России, конечно, предпринимаются все меры для поддержки людей с ограниченными возможностями. И я думаю, что то направление, которое сегодня нам задал президент, он, конечно, это направление для еще более лучших созданий, лучших условий жизни. К Международному дню инвалида жителям округа, имеющим статус инвалида, выплачивается единовременная социальная выплата. Также в округе установлен и предоставляется широкий спектр различных услуг. Так, инвалиды имеют право на получение средств реабилитации. Рассказать о современных и наиболее модернизированных методах восстановления навстречу приехал директор Архангельского протезно-ортопедического предприятия Валерий Никулин. «Человек не должен сидеть дома, он должен выйти на улицу, сходить в магазин, еще где-то. А зачастую получается, протез стоит дома, мы не пользуемся, трость какая-то плохая, кресло-коляска какая-то китайская, которая сломалась, решение есть, надо это менять». Для этого необходимо правильно оформить пакет документов, а именно карту реабилитации и абилитации, написать заявление в фонд социального страхования, который и разыграет конкурс. Далее протезные предприятия его изготовят и обучат, как им пользоваться. Кроме того, важным направлением в отношении людей с ограниченными возможностями является создание для них рабочих мест. По вопросам трудоустройства и образования общества инвалидов, давно и тесно взаимодействуют с Центром занятости населения. В казенном учреждении Центра занятости населения с 1 января 2016 года в целях поиска работы обратилось 54 гражданин с ограниченными возможностями здоровья. И в течение периода года трудоустройства всего лишь 9 человек данной категории. Это, безусловно, очень мало. Что мы можем сделать? Естественно, есть проблемы в трудоустройстве. Основными причинами, по которым трудно происходит работа по трудоустройству инвалидов, это ограниченное число подходящих вакансий, причем значительная их часть – это низкооплачиваемые вакансии для желающих работать. На дому практически у нас нет вакансий. Чтобы решить эту проблему, в округе был принят новый закон, направленный на поддержку инвалидам, проживающих в округе, о квоте для приема на работу инвалидов на территории НАО. С августа месяца этого года документ обязывает работодателей на предприятии, у которых трудится свыше 50 человек, в обязательном порядке принимать на работу инвалидов. Первым открыл квоту и принял на работу инвалида директор МФЦ Эдуард Бухарин. Действительно, с сегодняшнего дня Виталий Алексеевич является сотрудником МФЦ. И я думаю, что как человек с достаточно высокой жизненной позиции такой, он будет у нас курировать это направление, вот этот перечень социально значимых услуг, которые получают у нас инвалиды. И я думаю, с его деятельностью у нас немножко наладится это взаимоотношение. Сейчас молодой человек проходит обучение. Совсем скоро он станет инженером-инспектором. Впереди у Виталия большие планы на будущее. Узнать подробнее обо всех мерах поддержки инвалидов и задать интересующий вопрос можно будет на Дне открытых дверей. В рамках декады проведения Дня инвалидов у нас в учреждении 7 декабря будет проходить День открытых дверей. То есть каждый гражданин с ограниченными возможностями или семья, имеющая на воспитании ребенка инвалидом, могут прийти к нам в рабочее время с 8.30 до 17.30 без обеда в любое время и задать свой индивидуальный вопрос, либо проконсультироваться. Также на мероприятии можно будет получить памятку по мерам социальной поддержки в денежной форме или ознакомиться с ними в группе ВКонтакте «Соцзащита.нау» или на сайте осозн.нау.ру. Анастасия Саботович, Елена Семеновичева, Антон Водряков, Телеканал «Север». Земельный участок или деньги на выбор? Речь идет об альтернативном варианте для многодетных семей. Сумма будет зависеть от места проживания семьи. Многодетные семьи Ненинского округа получили право отказаться от земельного участка в пользу денежной выплаты. Порядок предоставления компенсации был принят на сессии собрания депутатов и спустя две недели в Управлении имущественных и земельных отношений начался прием заявок от многодетных семей. О том, как получить денежную компенсацию вместо земельного участка, нашему телеканалу рассказала начальник профильного управления. Альтернативный вариант для тех, кто не желает дожидаться земельного участка, в Ненинском округе рассматривался давно. Наконец, в окружной закон номер 79 были внесены поправки, которые разрешили многодетным семьям вместо земельного участка получить денежную компенсацию. Сумма будет зависеть от места проживания семьи. Зарегистрированной в Нарьенмаре предоставляется компенсация в 1 миллион рублей. В посёлке Искателей – 600 тысяч, в сельском населённом пункте – 450. По словам начальника управления имущественных и земельных отношений, разница объясняется кадастровой стоимостью земли. В трёх разных зонах она отличается друг от друга. Ещё один показатель, который повлиял на разницу в сумме компенсационной выплаты – стоимость жилья. Она также разнится в зависимости удалённости поселения от столицы региона. Перемножив вот эти все два показателя по кадастровой стоимости и по стоимости жилья, мы вышли вот на такие коэффициенты. И округлив вот эти цифры, перемножив на коэффициенты, мы получили эти стоимости. Почему мы считаем достаточной эту сумму как для сельских населённых пунктов, так и для искателей? Мы запросили информацию банков. Всех банков запросили среднюю стоимость, во-первых, кредита и средний размер первоначального взноса на улучшение жилищных условий, когда люди берут кредит ипотечный на жильё. Исходя из всего этого, из комплекса вот этих всех показателей, цифр, мы и вывели вот такой дифференцированный подход. Анастасия Голговская подчеркнула – выплата не целевая. То есть от многодетных семей не требуется отчёта о том, на что были потрачены средства. А это значит, их можно использовать на покупку машины, мебели и других товаров. Многие семьи, стоящие в очереди на получение земли, самостоятельно построили дом или купили квартиру и просто хотят воспользоваться своим правом на получение участка. Для этого необходимо написать заявление о согласии на компенсационную выплату вместо земли. Только согласие прийти со своим паспортом и сказать, что это я, вот моё согласие. Никаких дополнительных документов прикладывать не надо, они уже есть. Вот сейчас мы собираем все согласия, мы собираем пакет документов по тем людям, кто изъявил желание и направляем в отделение соцзащиты. Они уже со своей стороны, со всех муниципалов собирают этот общий список, смотрят, когда кто встал на учёт на землю, не важно, кто быстрее прибежал у нас на социальные выплаты, важно, кто когда встал на землю на учёт. Выплата компенсации будет производиться в порядке очереди по годам с 2012 года. Срок зачисления средств на счёт получателя – один месяц. Сегодня в очереди на получение земельного участка стоят 500 многодетных семей. 431 семья проживает в Наринмаре, 47 в посёлке Искателей и 22 в населённых пунктах округа. В профильном управлении подсчитали – для обеспечения каждой семьи земельным участком или выплаты компенсации из окружного бюджета понадобится выделить порядка 500 миллионов рублей.